Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдет о биографии Станислава Лема. Я очень люблю Лема. Это действительно фантаст, который, я считаю, сказал не просто свое новое слово, science fiction, значит, 20 века, но и действительно в общей мировой реке литературы представляет собой отдельное такое течение, отдельный какой-то гольфстрим. Потому что Лем, он в сущности философ, он менее всего фантаст в развлекательном пути. Хотя со мной, конечно, не соглашаться, потому что его зрелые произведения, поздние произведения, которые мы так любим, это и фиаско, и поздние рассказы о Пирксе, и Солярис, естественно, это действительно очень, я бы сказал, вещи, манипулирующие стандартными наборами космической фантастики, значит, космической оперы и фантастики о путешествиях к звездам. Но это прежде всего то, что заставляет нас думать, заставляет нас делать какие-то философские выводы, и только потом уже развлекает. Я уже не говорю о знаменитой Кибериаде, о фотологическом конгрессе, о Йоне Тихом, где он скрещивает жанры, ну, скажем так, очень разные. Это и космическая фантастика, и гротескная, значит, сатирическая юмореска. Потому что он действительно делает юмористические вещи. Существует отдельный подвид как бы юмористической фантастики, разумеется, да, и внутри него написаны прекрасные внутри этого жанра вещи, но лента в сущности в данном случае больше сатирик, да, и больше очень едкий такой памфлетист, чем, собственно говоря, фантаст. А еще философ, ну и, разумеется, поэт. Потому что все эти фантастические, невероятные россыпи, просто груды, словотворчество, удивительных названий, имен, значит, игры слов, всевозможного обыгрывания исторических коллизий и произведений мировой литературы, значит, географических названий и технических механизмов, да, и все это переваженное в ту форму, в которую нужно лему, это, конечно, ну, мастер... По-моему, это произведение поэзии, скорее, да, чем литература развлекательного жанра, потому что это просто фантанирующее, значит, такое словотворчество. Я мало встречал чего подобного. Вы, наверное, от такой аналогии остолбенеете, но, в принципе, это очень похоже на то, что делал Толкиен. Ведь он тоже для него... Сама ткань языка служила материалом для творчества, да? Он непрерывно прислушивался к тому, как звучит слово, он непрерывно придумывал новые имена и слова, и со смыслом, и не просто так. Лем тоже буквально зацикливается определенные годы на этом. Но это вот какие-то краткие соображения отрывочные о творчестве Лема, о котором я могу говорить долго и, надеюсь, еще к нему вернуться. Но речь-то сегодня все-таки о жизни на другой земле. Так называется книга Войцеха-Орлинского. И это первая полномасштабная биографическая работа, монография, охватывающая всю жизнь Станислава Лема, значит, написанная поляком. Это очень важно, потому что Лем и Польша – это две абсолютно нераздельные темы. И вот если до прочтения книги Орлинского я еще сомневался, ну, все-таки писатель мирового масштаба, все-таки его произведения находятся в росле транзиции англо-американской, сайн-фикшн, да, значит, все-таки признание в Советском Союзе как бы приближает к нам эти вещи, которые все-таки написаны были по-польски прежде всего. Ничего подобного. Все эти соображения очень легко рассыпаются, когда читаешь вот то, что написал Орлинский. Действительно, это глубоко польский писатель, это писатель, несущий в себе традиции польской литературы и более того, несущий в себе трагедию XX века. Хуже XX века ничего себе представить в истории невозможно. Хотя были великие переселения народов, эпидемии чумы, морг, лад, война и четыре всадника апокалипсиса уже не раз проскакали по нашей грешной земле. Но то, что творилось в XX веке, это действительно страшно. Первые главы книги Орлинского раскрывают нам молодость Лема, который подростком провел ее в эвакуации. Он три раза эмигрировал, никуда не выезжая из своей квартиры. Потому что Львов менял принадлежность, да, Австро-Венгрия, Польша, потом Германия, потом Россия, потом снова Германия. Значит, бои происходили буквально на улицах, куда выходил балкон квартиры, где жил он в квартире родителей. Значит, чудом уцелели мать и отец Лема. Вот, значит, ну, отец был военврач, и он, в принципе, мог, конечно, погибнуть легко, как и любой другой еврей, не столь востребованной профессии. Но вот сложная система уловок, значит, везение чисто человеческое. Разумеется, то, о чем необходимо, с печалью, но сказать, да, это, значит, отказ в помощи тем, кому помочь было нельзя. Спасти было нельзя не только всех, спасти нельзя было даже некоторых. Спасали прежде всего близких. В частности, родители Лема больше всего думали о том, как уберечь сына. И ради него были сделаны невероятные вещи. Были куплены поддельные документы. Он скрывался. И все равно несколько раз был на грани. И знаменитая сцена, где сцена расстрела, да, где главный герой находится в нескольких минутах от насильственной смерти, когда его вот вместе с группой заключенных должны расстрелять. Это сцена, списанная из жизни. Прочитайте, пожалуйста, этот эпизод из биографии. И весь ужас, описанного Лемом, он полностью... Это тот самый эпизод, где на чем-то надо сосредоточиться. Осталось всего несколько минут. И вот совершенно необходимо, чтобы не сойти с ума, сохранить трезвость мышления, придумать себе какую-то цель, какую-то мысль, которая будет спасительна. Сохранять рассудок в эту минуту перед неминуемой смертью, да, страшной. И вот уже в двух шагах от заляпанной кровью стены, значит, он придумывает, что это будет метамсихоз. Моя душа переселится. Вон в того вот немца в кожаном плаще, с платком с носовым в руках, который стоит и любит платок. Вот я стану им, я сейчас в него переселюсь. Я не умру, я не исчезну. Это лихорадочная, паническая, абсурдная, естественно, в этом ужасе, значит, деятельность мозга, да, в минуту перед смертью. Она схвачена писателем очень точно. Это личные впечатления. Он действительно был, участвовал один раз, по крайней мере, в команде, которую хватали буквально на улицах, заставляли вытаскивать трупы из тюрем, значит, погибших, да, и потом расстреливали тех, кто это делал. Он действительно чудом избежал гибели. Их распустили просто потому, что в последнюю секунду прозвучал приказ по-немецки, да. Значит, немцы пытались как-то контролировать это. Они жестко следовали собственным приказам. Вот. И это невозможно описать никакими словами. Они после окончания Второй мировой эмигрировали в Краков. И в Кракове Лем провел большую часть своей жизни, за исключением вынужденной не эмиграции. Это тоже очень важно. Это возвращает нас к началу моего рассказа. Значит, Лем никогда не расставался с ПНР, с Польской Народной Республикой. ПНР – это был ухудшенный вариант социализма в Советском Союзе. Каких-то свобод было чуть-чуть поменьше, но это была экономика дефицита. Кстати, Орлицкий очень много посвящает именно этому, объяснению тех реалий, которые молодому поколению читателей просто непостижимы. Да почему он не мог купить запчасти к своей машине? Что значит не было возможности поехать и купить генератор? Что значит как-то большой город? Краков – огромный европейский город. Как там могут отключать внезапно, без предупреждения, электричество по нескольку раз в неделю? Когда на час, а когда и на сутки? Что значит невозможность и так далее? Приходится объяснять банальные вещи. Например, запрет на валютные операции. То есть ты мог получить гонорар, но ты мог его получить только в валюте, только наличкой в стране, которая выплачивала тебе этот авторский гонорар, и там же его потратить. Как не наши проблемы? Через границу перевозить нельзя. Обменивать на злотые тоже нельзя. Все. Ну, потому что был лимит обмена. Все. Государство контролирует эти вещи. Бессмысленность всего этого даже не укладывается в голове, но тем не менее это так. Елем, например, ездил с женой на машине в Прагу для того, чтобы там погулять, пожить в лучшем отеле, поесть в лучших ресторанах Праги, не обращая внимания ни на какие достопримечательности. Их задача была потратить хоть как-то с умом полученные деньги. Он обращал в книги, в журналы, которые можно было провозить в очень ограниченном количестве через границу. Он всю жизнь добывал с боем, значит, с муками вот эту западную прессу, эти переводные и непереведенные книги, изданные на Западе. Потому что в Восточной Европе, в Польше этого было нельзя сделать. Просто так взять, пойти в библиотеку, иностранную литературу и почитать свежую англо-американскую фантастику. Это все приходится объяснять молодому читателю. И Орлинский это делает, и делает это ненавязчиво. Также он глубоко погружается в психологию Лема. Это очень важно, потому что Лем всю жизнь, не то чтобы угал, но он умалчивал многие эпизоды. Он не приносил на дух никаких тем, связанных со своим еврейским происхождением. Он ни слова не говорил о Холокосте. Во всех своих интервью он аккуратно обходил кучу моментов из своей биографии своего детства, о которых не хотел говорить или вспоминать. При этом он рассказывал много баек, анекдотов. Он не скрывал о том, что он переживал во время оккупации сначала нацистской, сначала немецкой, потом советской, потом нацистской, так далее. Потому что чистки были страшные при всех. Львов пострадал чудовищным образом. И вот этот вот Львов, как покинутая сожженная планета, как город, переставший существовать. Хотя там улицы и дома вроде целы, те самые каменки, которые сдавались в наем. Там вроде все то же самое, но для Лема это была закрытая страница. Это все полностью перечеркнуто. Эмиграция была подобна смерти. И вот как раз в конце жизни, когда в ожидании репрессий, когда в ухудшении наступления этих политических заморозков, в 70-х годах он был вынужден уехать в Австрию и жить в Вене. Несколько лет с уже подрастающим сыном и женой, которые больше всего на свете хотели вернуться в родной дом, построенный под Краковом в предместе, и там жить. Но это было рискованно. И когда они наконец решились на рождественские каникулы приехать домой, то ничего не случилось. Это был большой праздник, что называется. А потому что монстр не дремал. И многие были скушены только так. И то, что это происходит не в России, а в Польше, не в СССР, простите, а в Польше, в Польской Народной Республике ничего не значит. Там тоже были репрессии, там тоже были черные списки, там тоже была цензура жесточайшая. Но Лему, как представителю чуть ли не единственному вот этого такого нового, такого популярного и непонятного жанра этой фантастики, Лему, добившемуся мирового признания, ему делалось очень много поблажек. В отличие от своих коллег-литераторов, он очень многое мог себе позволить, как литератор. У меня есть выгодное преимущество при чтении книги Орлинского. Я не читал, как говорят, великолепную биографию Лема Пашкевича Борисова, которая недавно вышла. Значит, я обязательно прочту эту книгу, вышедшую в молодой гвардии, потому что мне интересно, во-первых, жизни творчества Лема, читал я только краткие биографические очерки до сей поры. И, конечно, для меня многие страницы этой книги остались закрытыми. Если о каких эпизодах Лема я, не будучи ни в коем мере, даже на йоту не будучи лимологом, могу все-таки что-то сказать, ну, допустим, о его встрече с Константином Феоктистовым. Орлинский мимоходом упоминает, что это был первый космонавт, не член партии. Экое событие. Да, конечно, это выбивалось из ряда, мягко говоря. Все космонавты были абсолютно военными. Константина Феоктистова, его воспоминания, зато мы делали ракеты, значит, это так называлась книга, мы переиздавали в издательстве время, и я один раз с ним общался. Это большое чудо, везение в жизни. А самое главное, внимательно прочел его мемуары. Это был первый инженер, который полетел в космос. Ведь до этого ракеты строили одни, придумывали все это одни, а вынуждены были использовать, проводить эксперименты, не понимая зачастую суть их, и отрабатывать зачастую по-живому, как бы, в полетной практике, совершенно другие люди. Никто из инженеров не летал. И Константин Феоктистов был первый инженер, который проектировал детали ракеты, конкретные вот эти технические решения, и сам же и полетел, чтобы опробировать их там. Это очень важно. Поэтому им, конечно, было чем поговорить. Я почему-то настаиваю на важности такого рода эпизодов. Лем был технарь, он был не гуманитарий. Он действительно очень-очень много изучал, не только медицину, у него изначально была в жизни медицинская карьера, ему уготована, но он не хотел быть врачом и не стал врачом в конечном итоге. Но и очень много техники посвятил времени и сил. И, конечно, это очень здорово отразилось на его книгах. Когда ты их читаешь, ты буквально физически ощущаешь вот эти технические моменты. Орленский тоже по-раз об этом упоминает. Ну и, наконец, о том, что действительно будет тяжело русскому читателю. Ни одна книга не идеальна, это тоже. Очень не хватает пространных, огромных, я бы сказал, совершенно излишних, наверное, и даже как-то нелепо это звучит, комментариев по поводу польской литературы и истории польской советской и, соответственно, польской подпольной антисоветской литературы. Потому что ни Щепанского, ни Буонского, ни Мрожика мы не читали. Эти персонажи в лучшем случае я знаю только по именам. Иногда мелькает кто-то хорошо знакомый, там, не знаю, Анджей Вайда, да? Ну, кто не знает, кто такой Вайда, да, понятно. Но он там вот покасательный прошел к биографии, мелькнул к книге и исчез. А вот как раз те герои, которые общались, которые сохранили огромные записи о Леме в дневниках, в переписке, которых Орленский очень хорошо охарактеризовал, они как живые, то есть я теперь от них много знаю, они для меня закрытая тема. Это, конечно, прекрасный повод познакомиться с современной польской литературой, современной, я имею в виду литература 20 века. Собственно, примусь непременно этого делать. Но надо понимать, что пониманию книги это мешает. Это действительно сложно, потому что не в теме мы, что называется, не в курсе. А без этого, с другой стороны, какая биография? Лем не был ни отшельником, ни каким-то там анахаретом. Он действительно общался, он действительно очень с огромным вниманием относился ко всем высказываниям друзей о своих книгах, очень прислушивался к их мнению. Это действительно огромная проблема. Надо понимать контекст для того, чтобы понять, что и как было написано. Ну и, наконец, о том, что нам говорит завлекательная аннотация. Да, действительно, вы узнаете, что такое сипульки, вы узнаете, что там случилось с Филиппом Диком. Вот, значит, Филипп Дик, надо сказать, в момент конфликта с Лемом, вот этого страшного, да, когда он там донос ФБР написал на Лема и так далее, вот, находился в стадии тяжелой наркотической зависимости. Такой был у него период жизни. Очень печальный. Ничего хорошего в этом нет. Как себя ведет человек в этот период, насколько он адекватен, по-моему, объяснять никому не надо. Бедный, бедный Филипп Дик. Писал он, конечно, лучшие свои вещи в более здравом уме и в другие моменты своей жизни. Но вот переписка с Лемом и ведение дел по поводу издания на польском языке в лучших его, по мнению Станислава Лема, в лучших книг Дика, пришлись именно на эти годы. Ну, черт возьми, результат очевиден. То же самое по поводу Тарковского и, значит, Соляриса. Лем терпеть не мог экранизации своих книг. Он считал все их неудачами. Там куча историй, не только касательно знаменитого Соляриса. А у меня очень трепетное отношение к этому фильму. Я понимаю, что это огромное счастье, то, что все-таки экранизация случилась, и нам всем колоссально повезло. Мы теперь можем смотреть видение Тарковского, значит, постигать, да, совершенно отдельное от книги Лема. Это Шагнова, да. Но тут еще тоже огромное количество, когда сталкиваются столь яркие личности, они не могут спокойно спускать с рук друг к другу какие-то резкие ходы, они не могут поступаться собственными мыслями, да, собственными какими-то важными для них частями творения. Это чрезвычайно важно. Поэтому с Тарковским они распозгались действительно очень хорошо, крепко. И дай наше счастье, дай Бог, чтобы и так всегда было, рядом не было Фридриха Горенштейна, сценариста, гениального прозаика замечательного 20 века, который является сценаристом Соляриса, снятого Тарковским. И вот этот человек был еще более нетерпим к чужому мнению, и вот тогда бы точно вообще не состоялась эта кинопостановка, потому что невозможно было бы их свести вместе. Значит, они встречались без Горенштейна, о чем Орленский рассказывает, на наше с вами счастье. Вот такая история, да. А то, что гении никогда не сходятся, всегда спорят, и зачастую на таких ножах друг к другу находятся, что просто иди, удаешься, так это не секрет и не новость. И здесь Лем скорее не исключение, а печальное подтверждение общего правила. Биография вызывает его острое сочувствие. От его молодости, от его подростковых лет, мороз по коже, это страшно, то, что он пережил, и это чудовищно абсолютно. И это во многом причина определенного пессимизма и определенного горького юмора, который он, значит, воплотил в своих книгах. Те мытарства, которые он провел, будучи всю свою жизнь заложником вот этого социалистического строя, они местами кажутся смешными, местами трогательными, а местами очень даже сильное раздражение вызывают. Потому что, вы знаете, любого человека может сломать та ситуация, когда ты вроде бы как бы чего-то добился, ты все-таки мастер, ты признан, ты действительно известный писатель. Но для машины, для системы, для государства ты по-прежнему никто. Хаулуй, который плохо исполняет свои обязанности, значит, плохо лишит сапоги властей, потому что им, значит, какие-то там писульки не те пописывают. Вообще к ногтю всех этих, да, прибрать всех этих вольнодумцев, да, позакрывать все это к чертям, да, чтобы лучше воплощали генеральную линию партии. И такое тоже было. И печальный след этого остался в биографии Лема, и, соответственно, Орлинским отражен. Это тоже очень важно понимать. Был ли Лем приверженцем социалистических идей? Ну, конечно, он видел будущее человечества некапиталистическим. Конечно, он понимал, в чем разница, потому что он наглядно, он мог, в отличие от многих-многих граждан Польши и СССР, путешествовать. И бывал и в ФРГ, и в Австрии абсолютно капиталистических, да, бывал и в ГДР, значит, и в, допустим, Чехии социалистической, да, видел разницу. Бывал в СССР, где невероятная любовь забила, по-моему, все, просто все приборы вышли из-под контроля. Потому что никакой, может быть, критической оценки, рациональное понимание происходящего, когда тебя так любят. Его здесь на руках носили, судя по всему. Судя по книге Орлинского, вот я потом сравню с Прошкевичем, пойму. И это совершенно заслуженно. Пик славы пришелся на 60-е годы. У нас подъем, у нас оттепель, у нас все. И вот тут Лем, ну, что говорить, счастье? Вот, значит, дома, на родине все было совсем не так. Подводя итог, очень многому эта книга учит. Она очень будет полезна всем тем, кто волей судеб связал свою жизнь с творческой профессией. Будь то режиссер, сценарист, писатель, прозаик, не знаю, даже поэт. Потому что очень много на печальных примерах из жизни таких вот близких к нам авторов все еще не отгорело, все еще не отболело, не утихли споры. Огромное количество всяких тонких и неприятных моментов скрывается, да? И в переписке, и во всем, да? Вот, очень много полезных уроков извлекаешь в себе. Это, во-первых. Во-вторых, разумеется, гораздо глубже начинаешь понимать истоки творчества. Потому что истоки многих образов в книгах Лема. Потому что это во многом связано с конкретными событиями в его жизни, с людьми, взглядами и так далее. Даже споры знаменитые Тролля и Клопауция, этих прекрасных роботов, значит, они вполне имеют биографическое объяснение, да? Они списаны со споров с Буонским, да, и другими друзьями семьи. И это все взято из жизни. Вот. Так что, мне кажется, что это очень-очень важная книга. Она читалась с огромным интересом, читается в лед, несмотря ни на какие польские реалии, обилие непонятных имен, там, еще чего-то. Неважно. Несмотря на то, что я никогда не был в Кракове, и был всего один день в жизни в Варшаве. То есть, я вообще ничего не знаю о Польше, получается. Но теперь она мне стала гораздо ближе. Ну, и, естественно, творчество Лема стало гораздо ближе. То есть, книга свою задачу выполнила на 100%. Спасибо за внимание.